Здесь уже в этот метод заложена и ширина прикрепленной к кардинизированной десны, и глубина рецессии, и отсутствие или наличие вертикальных разрезов. Что отличает этот метод от классического коронального лоскута? Это, конечно, то, что таким методом можно устранить более двух рецессий одновременно, и для верхней челюсти у него методика не предусматривает вертикальные разрезы. Естественно, что это более благоприятные методы в целях профилактики осложнений, таких как расхождение швов. Эстетически это выглядит намного лучше. Показания к ротированному лоскуту – это первый и второй класс рецессии по Миллеру, и множественные, естественно, рецессии, потому что данная методика предложена для устранения хирургическим путем именно множественных рецессий. Почему мы не можем прооперировать третий класс по Миллеру ротированным лоскутом? Сама методика предусматривает наличие полноценного межзубного сосочка. Как только межзубной сосочек утрачивается, метод невозможно выполнить в полноценном объеме. Есть работы, и сам Зукели показывал в Милане в прошлом году, он показывал работы, как он делает, и при третьем классе, в каких-то таких спорных ситуациях, и язычные рецессии на нижней челюсти во фронтальном участке. Но это пока такое именно как наработка клинического материала, это не рекомендации метода к широкому применению. Особенно если в вашей практике еще немного таких работ, я, конечно, советую начинать этот метод применять с более прогностичных клинических ситуаций. Как мы выбираем? Однослойная или двуслойная методика? Опять же, никаких сложностей. Все тоже, поскольку это все-таки крональное смещение, метод выбора будет очень похож на тот алгоритм, которым мы руководствуемся при одиночных рецессиях. Опять же, опекально наличие ширины керотенизированной Дисней 3 и более миллиметра. Если есть и нету. Если есть, то можно сделать однослойную методику коронально-ротированного смещения. Если нету, то коронально-ротированное смещение выполняется по двуслойной методике, либо с соединительным тканом Дисневым Дераперализированным трансплантатом, либо с твердой мозговой оболочкой. Отсутствие ширины керотенизированной Дисней опекально и латерально – это двухэтапный метод. Это сначала наращивается объем прикрепленной Дисней свободным Дисневым трансплантатом, и в последующем уже выполняется корональное смещение. Или коронально-ротированное смещение в двуслойной методике со свободным Дисневым Дераперализированным трансплантатом. Также наличие мышечно-слизистых тяжей диктует выбор метода в этом случае. Если мышечно-слизистых тяжей нету, значит можно выполнять по коронально-ротированному смещению двуслойным методом со свободным Дисневым трансплантатом, потому что у нас нету керотенизированной Дисней, ну как это второй класс, да, все рецессии, а не второго класса. Или двухэтапным методом сначала восстанавливается объем прикрепленной Дисней, потом выполняется корональное смещение. Если особенно, это сочетание с наличием слизистых мышечных тяжей, как правило, это для нижней челюсти очень характерно, потому что там вот эти глубокие рецессии сочетаются с мелким преддверием и с отсутствием полностью прикрепленной керотенизированной Дисней. Противопоказания. Третий класс под вопросом. Еще раз я оперирую третий класс этим методом, но не все и не всегда. Четвертый класс однозначно нет, вам не к чему будет перемещаться и подшиваться, там не сделать анатомические депитализированные сосочки, потому что их нету. Высокий уровень клинического прикрепления Дисней, ну, понятно, что это те же щелевидные дефекты, при которых невозможно выполнить ротацию, поскольку здесь именно за счет ротации лоскута происходит перемещение его корональным. И мелкое преддверие полустирта, опять же, наличие, да, слизистомышечных тяжей. Дизайн, методика операции, она аналогична корональному смещению. Здесь есть особенности. При выполнении дизайна разреза, я на них остановлюсь очень подробно и детально. Я хотела бы попросить тех, у кого есть вопросы, кто хочет, взять в руки вот такой вот листочек. Да, у вас он один на множественной рецессии, вот там, где горизонтально, нет, один, много зубов. В данном случае, так же, как при корональном смещении, глубина рецессии будет равна высоте хирургического, началу хирургического сосочка и высоте анатомического сосочка в данном случае. При корональном смещении нужно сделать самое главное. Выбрать центральный зуб, вокруг которого будет происходить ротация слизистоно-кастичного лоскута. Классически этим зубом всегда является клык. Но зачастую, когда у вас клиническая ситуация не подпадает под конкретный алгоритм, вы можете выбрать и второй резец, и первый премоляр. Это не ограничивает, в общем-то, вас никак, поле деятельности вашей операционной. Но классически мы сегодня рассматриваем ситуацию, когда у вас центральный зуб, вокруг которого происходит ротация, это клык. Вы измеряете глубину рецессии в области каждого зуба. В данном случае на муляже, на бумажном, мы оперируем с вами 4 зуба. Это 21, 22, 23, 24. Для того, чтобы не выполнять вертикальных разрезов, было предложено Зукелий Санктис сделать еще дополнительное отслоение в области плюс зуба от поверхности и площади операции. То есть, с каждой стороны мы еще берем по зубу. Измеряется глубина рецессии в области каждого зуба. Определили зуб центральный, номер 23. А как определить центральный? Вы сказали, чаще клык, но можно и клык. Эта методика придумана именно в таком ключе, чтобы был клык посередине. Как правило, в 89% по данному распространению рецессий в области клыков рецессии более глубокие и выраженные. Не будем с этим спорить. Привычная картина для нас. Поэтому за центральный зуб было принято брать клык. Но, если у вас, например, на клыке рецессия глубиной 1 мм, а в области первого премоляра 6, то вашим центральным зубом в данном случае будет рецессия на первом премоляре. В данном случае глубина рецессии будет иметь значение, не только ее класс. Класс будет иметь значение для того, чтобы выбрать метод однослойный или двуслойный. Если у вас там нет прикрепленной десны, вы все оперируете двуслойным методом. И, естественно, еще биотип. То, что исходя из нашей таблицы, все-таки на биотип мы тоже опираемся. Если биотип тонкий, даже если есть объем прикрепленной десны, не лишнее использовать пластический материал для увеличения объема и толщины десны. Я немножко опущусь в это попозже, в эту превентивную подготовку, еще мы поговорим об этом. Отложили, теперь вот наш центральный зуб. Высоту рецессии, глубину отложили от вершины межзубного сосочка в сторону его основания. С двух сторон. И в данном случае у нас разрез будет всегда стремиться к центральному зубу. С одной стороны справа налево и слева направо с другой стороны. Дистальный сосочек последующего зуба. Что это значит? Мы берем с вами 24-й зуб, первый премоляр. И на дистальном его сосочке откладываем глубину рецессии на нем. Его не рецессию на клыке, а рецессию на 24-м зубе, которая у нас есть. И вот получаем точку начала хирургического сосочка. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения современных импортозамещающих технологий. Вот здесь сидит очень такой уже преданный нам доктор Зульфия Бунисова, которая работает много-много лет только в одной и той же поликлинике стоматологической города Санкт-Петербурга. Есть еще один доктор, Людмила Александровна, которую я не знаю, сколько знаю. Ну, наверное, 25, да? Наверное, примерно так. И могу сказать, что она тоже верный, верный такой преданный доктор поликлинического комплекса. Но она тоже, она интересовалась, она искала новые пути, применение каких-то новых технологий. И сказали, ну, года через полтора мы, может быть, это купим. Поэтому то, что сегодня представила Мария, она на самом деле уже практически без пяти минут ученый-кандидат медицинских наук. У нее есть патенты на те материалы, о которых она сегодня рассказывала. У нее очень большой клинический опыт применения этих препаратов. Вы, наверное, заметили фразу, да? Она сказала, а я ничем другим, кроме этих материалов, не пользуюсь. Значит, мы можем доверять всецело тому, что она нам сегодня сказала. И, конечно, это маленькая часть того, что она на самом деле делает в своей практике. Поэтому я желаю вам всяческих успехов. И спасибо вам, что вы так мужественно выдержали сегодняшний марафон. Спасибо Алексею, спасибо Екатерине, спасибо Анастасии, спасибо... Где Даша? Даша, я так понимаю, что у нее сегодня боевое освещение, да? Вот, но во всяком случае, спасибо всем стоматологам и не-стоматологам, которые сегодня провели целый день вот здесь вот, да еще и в день стоматолога, почти в день стоматолога. Поэтому мы вас всех поздравляем еще раз в днем нашей любимой специальности и желаем вам успехов. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Солюков. Великолепна подача информации, организация, проведение. И с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна, Алексей Николаевич. Мастер-класс прошел замечательно, Мария Александровна, как всегда, умничка, все доходчиво объяснила, и как она это все попыталась максимально изложить всю информацию, чтобы это было доходчиво нам. Спасибо большое организаторам, приходите, не пожалеете. Все было хорошо, на высшем уровне.